Седьмой класс, девятнадцатая серия. Второй признак равенства треугольников. Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны. Давайте обозначим заглавными латинскими буквами вершины одного треугольника. Это АВС, вершины второго треугольника – А1, В1 и С1. Угол А равен углу А1. Угол В – углу В1. А сторона АВ равна стороне А1, В1. Докажем, что эти треугольники равны. Наложим треугольник АВС на треугольник А1, В1, С1. Так, чтобы вершина А совместилась с вершиной А1. Сторона АВ совместилась с равной ей стороной А1, В1. А вершины С и С1 оказались по одну сторону от прямой А1, В1. Так как углы А и А1 равны, В и В1 равны, сторона АС наложится на луч А1, С1, а сторона ВС на луч В1, С1. Вершина С – это общая точка сторон АС и ВС. она окажется лежащей как на луче А1, С1, так и на луче В1, С1. То есть совместится с вершиной С1. Значит, совместятся и стороны АС и А1, С1, ВС и В1, С1. Треугольники АВС и А1, В1, С1 полностью совместятся. Значит, они равны. Равные фигуры можно совместить наложением. Первая задача. Отрезки АВ и СД пересекаются в середине отрезка АВ в точке О. Давайте обозначим. Это отрезок АВ. Середина отрезка АВ – это точка О. Если точка О – середина отрезка АВ, значит, АО и ОВ равны. Так, отрезок АВ пересекает отрезок СД. Кроме того, известно, что угол ОДА равен углу ОЦБ. Надо найти АД, если ВС 7 см. Давайте рассмотрим треугольники АДО и треугольник ОВС. В этих треугольниках есть равные стороны. АО равно ОВ, потому что точка О – это середина отрезка АВ по условию. Есть равные углы. Угол Д равен углу С по условию. Кроме того, есть еще равные вертикальные углы по свойству вертикальных углов. Если два угла одного треугольника, соответственно, равны двум углам другого треугольника, значит, и третьи углы тоже будут равны. Угол А будет равен углу В, потому что сумма углов треугольника – 180. Значит, два угла одного равны двум углам другого, значит, третьи углы тоже будут равны. А теперь посмотрите, пожалуйста, сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника, соответственно, равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, значит, такие треугольники равны. В равных треугольниках соответственные стороны равны. Значит, стороне АД соответствует сторона ВС, значит, АД 7 сантиметров. Вторая задача – прямая, перпендикулярная к бисектрисе угла А, пересекает стороны угла в точках М и Н. Найдите АМ, если АН 6. Итак, АН 6 сантиметров. Проведена бисектриса угла. Бисектриса – это луч, делящий угол пополам. То есть вот эти углы будут равны. Давайте точку пересечения прямой МН с бисектрисой обозначим буквой О. и рассмотрим треугольники АМО и АОН. В этих треугольниках углы, которые получаются после построения бисектриса, будут равны. Кроме того, сторона АО общая. И кроме того, известно, что МН перпендикулярно бисектрисе. Значит, углы будут прямыми. Вот этот угол прямой и этот. Смежные углы в сумме составляют 180, и каждый из них будет по 90 градусов. Значит, треугольники равны по второму признаку, по стороне и двум прилежащим к ней углам. Значит, АМ 6 сантиметров, потому что сторона АМ соответствует стороне АН. Третья задача. На стороне АС, как на основании, построены по одну сторону от нее два равнобедренных треугольника. АПС и АМС. Основание АС. Верно ли утверждение? Треугольник АБМ равен треугольнику БМС. Итак, давайте рассмотрим треугольники АБМ и треугольник БМС. В этих треугольниках есть равные стороны, потому что треугольник АБС равнобедренный, и боковые стороны равны АБ, сторона равна стороне БС. Так, треугольник АМС тоже равнобедренный. Значит, АМ сторона будет равна стороне МС. Так, теперь надо вспомнить свойства равнобедренного треугольника, что углы при основании равнобедренного треугольника равны. Значит, в треугольнике АМС будут равны углы при основании. В треугольнике АБС тоже будут равны углы при основании. Значит, будут равны и градусные меры углов треугольника АБМ. Вот этот угол и вот этот, потому что можно рассмотреть разность градусных мер равных углов. Значит, угол А в треугольнике АБМ будет равен углу С в треугольнике БСМ. Вот, и получается, что треугольники АБМ и БМС равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. Четвертая задача. Верно ли утверждение в равнобедренном треугольнике все углы острые? Нет, это утверждение неверное, потому что бывают равнобедренные треугольники, например, тупоугольные. В тупоугольных треугольниках есть тупой угол, то есть не все углы острые. Но такие треугольники бывают равнобедренными. Равнобедренный – тупоугольный. Или равнобедренный – прямоугольный с прямым углом. То есть этот треугольник равнобедренный и имеет прямой угол. Вот, значит, это утверждение неверно.